Где спрятаться в крымской столице от бомб и ракет? Во Пмюзджете есть десятки подземных бункеров и бомбоубежищ, но где они находятся и как туда попасть в случае воздушной тревоги? Улица Воровского считается, что здесь в скале располагается крупнейшее в городе укрытие заброшенный штаб гражданской обороны. Двухъярусное бомбоубежище служило запасным пунктом управления городом с целой сетью комнат разного предназначения. Несколько лет назад диггеры, люди из следующей подземелья, спускались сюда. Здесь можно было увидеть даже наборы с противогазами и старые карты города. Сейчас вход в бункер законсервирован. Крупное бомбоубежище якобы расположено под зданием крымского парламента, но попасть туда невозможно. Бункеры еще советских времен в крымской столице остались под старыми заводами, но они в основном в заброшенном состоянии. В конце лета власти Акьяры решили проверить готовность бомбоубежищ и даже разместить в городе указатели к ним. Это объяснили объявленным в городе желтым уровнем террористической опасности. Провести инвентаризацию бомбоубежищ планировали и в Акмисджите еще несколько лет назад, но были ли проведены эти работы, неизвестно. На наш запрос в администрацию города нам ответили, что укрытием может служить любое подземное помещение, будь то подвал, цокольный этаж или подземная автопарковка. Местонахождение таких укрытий в своем районе администрация предлагает узнавать по управляющей компании района. То есть спасение утопающих в их руках. Предприимчивые компании уже взялись заполнить эту нишу. В интернете появились застройщики, предлагающие бомбоубежище под ключ. При желании за определенные деньги их могут даже оборудовать сауны и артезианские скважины.